Новый год Новый год Новый год Новый год каждую его новую книгу, ведь они очень веселые и интересные. Это одновременно и истории, и вимельбухи, где множество деталей. Посмотрите, друзья, какие здесь потрясающие иллюстрации. Они очень уютные, теплые, художника проработано все до мелочей, и рассматривать их одно удовольствие. И поверьте, друзья, эти книги будут интересны не только детям, но и вам, взрослым. В книге «В гостях у Санты Клауса» вы увидите целый мир, в котором живет Санта, и мы, читатели маленькие и большие, можем отправиться в гости к нему и его помощникам, всего лишь открыв первую страницу. И это не сказка, а скорее неспешная волшебная экскурсия. Вы узнаете, на каких самолетах Санта доставляет подарки, как выглядит книга подарков, что это за традиция с миндальным орешком в каше, и как же встречают Рождество в деревне Санты. Самая любимая книга Маури Куноса, по словам писателя, «Санта Клаус и двенадцать подарков». Обычно Санта дарит нам всем подарки, а вот малыш Вилли решает, что Санта Клаусу тоже нужно что-то подарить. Ну что, ведь до Рождества осталось две недели. А что, если подарить не один, а сразу двенадцать подарков, по одному на каждый день? И что же из этого получилось? Мы, конечно же, узнаем, прочитав эту историю. Хорошо еще, что Санта очень добрый и понимающий. А вот в книге «Санта Клаус и волшебный барабан» тоже все ждут Рождество. Но Санта простужен, да еще начинают происходить какие-то непонятные вещи. Все это очень странно и загадочно. Кто же задумал отменить праздник? Это еще одна яркая и захватывающая история от Маури Куноса. А в начале книги, друзья, вы познакомитесь с подробным описанием героев и планом Рождественской деревни. Следующая книга «Зима на пёсе горке». издана в серии «Веселые приключения» с Маури Куносом. Возможно, вы уже читали книги из этой серии под названием «На пёсе и горке» или «Лето на пёсе и горке». Это, друзья, очень финская книга. Но я думаю, и нам будет интересно узнать о том, как жили наши северные соседи много лет назад. В этих героях, живущих на пёсе и горке, вы без труда узнаете финских крестьян. Если вы хотите познакомить ребенка с историей этой страны, фольклором и сделать это ненавязчиво, играючи, то, пожалуй, лучшего варианта и не найти. У книги замечательное название «Пёсья горка». Звучит очень ласково, по-домашнему. Читать лучше начинать либо с этой книги, либо с книги на пёсе и горке. Здесь представлены и подписаны все обитатели хутора. Это такая настоящая энциклопедия зимней жизни с праздниками, обычаями, гаданиями и каждодневными заботами. Посмотрите, какие здесь забавные персонажи и яркие краски. Я думаю, вам и вашим деткам обязательно понравятся эти необыкновенные рождественские книги. Завернувшись в тёплый плед, в обнимку с ребёнком, такое предновогоднее чтение действительно лучший подарок. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok